итак татьяна как сейчас выглядит кулинарная полка во вкусвилла и как она менялась в этом году учитывая ситуация на рынке кулинарная полка выглядит сейчас по-другому то есть все меняется в связи пандемии конечно нам пришлось пережить всем фактически очень много изменений и сейчас мы поняли что и я уже об этом говорила на презентации что вот этот год это был как бы годом решающим когда мы поняли что нужно что-то менять и мы сделали на это ракурс и фактически вот создали вот эти вот новые три линейки мы разделили нашу кулинарию у нас вообще в принципе сейчас совершенно другой подход кулинарии стал потому что изначально на полках кулинария была как доп ассортимент но сейчас же кулинария вышла вообще на отдельный мы поняли что хотят наши покупатели запросы наших покупателей были соответственно чтобы это было разнообразно чтобы это было понятно чтобы это было полезно и чтобы это было вкусно то есть закрыть все потребности и бизнес-ланч и домашняя еда и завтраки и перекусы и накормить детей ну в общем все еда с утра и до самого вечера и поэтому мы сели и всей командой подумали что же нам делать и расставили приоритеты и фокус сделали на то что нужно просто напросто нашу кулинарию менять и делать отдельные линейки которые закроют потребности мы создали линейку баланс это легкое питание это сбалансированные блюда по калориям по степени готовности то есть мы используем там технологию сувид щадящий метод готовки в параконвектоматах где получается блюдо которое сохраняет свои качества но в то же время они сохраняют свою пользу и вкус и вторая линейка это классика но от классики мы никуда не уйдем то есть классику как ели салаты майонезные как ели так их будут есть но мы постоянно их совершенствуем селедки под шубой мы делаем сейчас на наши праздничные новогодние мероприятия мы хотим их вверх ногами выложить чтобы удобно перекладывать на тарелку есть такие интересные моменты ну и естественно хотим расширять ассортимент даже классической линейки не только оливье и селедка под шубой входит наш ассортимент конечно там и линейка супов очень обширная и линейка вторых блюд и различные котлетки пожарские и много чего и биточки и сколько сильно вот на все эти перемены влияет запросы покупать еще бывает такое что вот человек предлагал бы что-то такое ну прям о чем мы не задумывались но практически вот все потребности покупателя мы стараемся выполнять и поэтому исходя из того что покупатель требует уже информируется наше предложение конечно мы можем придумать что-то мы пробуем мы новые какие-то начинания и делаем может быть и сами но в основном как бы ориентир и фокус идет на покупателя на их отталкиваемся потребности на их желание на их мнение то есть это основной приоритет ну вот я знаю что вас появились отдельно например линии отдельных гарниров это был запрос от покупателей да это вот как раз линии отдельных гарниров нам потребность покупателя была такая что мы хотим дома приготовить гарнир а хотим взять полноценное второе блюдо без гарнира это одна потребность была что нам не нужно гарнир включать в блюдо мы естественно продумали и сделали блюдо без гарнира а потом подумали что если кто-то хочет отдельно купить гарнир то мы должны предоставить это предложение и разработали линейку гарниров гарнир будут причем самые разные начиная от картофельного пюре гречки тушеной капусты там кончая там всяким рисом пила в пропаренном духовке то есть фактически чтобы был больше выбор предложений у нас на пол насколько сложно было в пандемии перестроиться я знаю что у вас допустим а если магазин в офисном квартале у вас там вот бизнес-ланчи просто полки ломится там в жилых районах там все-таки немножко другой ассортимент насколько сложно было перестроиться вот когда с офисов народ съехал домой да для нас конечно это было тоже очень нелегкое время и ну я могу сказать вкусвилл просел потому что офисный пласт он занимал в принципе большую часть в продажах поэтому да мы потеряли когда офисники ушли мы стали немножко перефокусироваться на домашних наших покупателей которые должны были кормить детей которые сидели на удаленке мы делали большие объемы супов большие объемы горячих блюд большие комбо обеды предложения то есть фактически мы переквалифицировались немножко вот в это время и начали создавать другие предложения не менее интересные чем для офисных сейчас этот спрос как-то выравнивается в обратную сторону или пока нет да на самом деле сейчас офисники постепенно я надеюсь что не правда не произойдет никакой второй волны на нас она не на нас она не ударит офисники возвращаются заполняются офисы есть большая потребность бизнес-ланчах перекусах в сэндвичах и мы видим большой прирост принципе как бы в этой категории как у вас устраивается работа с поставщиками в этой категории работа с поставщиками у нас выстраивается простым понятным образом то есть фактически вся работа с поставщиками она строится у нас в открытую мы не скрываем ничего от наших поставщиков и для того чтобы какое-то блюдо которое мы совместно мы разрабатываем все совместно исходя из запроса покупателей у нас рождается предложение какое блюдо нам надо создать это решение мы отправляем нашему поставщику от поставщика мы ждем со своей стороны они выявляют интересные мэтта позиции или нет они эту позицию обрабатывают и дальше подключаюсь я и я со своей стороны делаю все возможное чтобы это довести блюдо до полки то есть фактически все весь вкус все составы все прорабатываем вместе несколько проводим дегустации совместных каких-то проработок на площадке поставщика у нас есть площадка отдельная кухня вкусвила где тоже мы приглашаем поставщиков и я иногда там непосредственно работаю с проработками и уже даю готовый рецепт готовый техкарту который поставщик уже берет за основу но иногда даже и этого мало то есть в любом случае тесный контакт вот именно глаза глаза лицом к лицу нож к ножу мы вместе с поставщиком на его производстве разрабатываем уже не доводим до ума потому что вкусовые рецепторы у всех разные и даже до тех карта которая дается поставщику все поставщики делают по своим но нет определенного вот именно вот стандарта потому что все в любом случае есть отклонение от рецепта всегда оливье у каждой хозяйки поэтому и благодаря нашей команде которая потом дегустирует продакт менеджеры технологи и я мы уже принимаем окончательное решение что вы да вот это блюдо должно пойти на полку и мы его заводим а если говорить про дальнейшие планы то есть вы упомянули что вы там зелёдку под шубой хотите перевернутом виде сделать а что еще сейчас какие еще запросы которые нужно отработать вас в ближайшее время если такие но запросы сейчас основной акцент идет на новый год и естественно у нас линейка салатов новогодних предложений каких-то интересных блюд которые можно дома просто разобреть разогреть и фактически поставить на стол линейка заливных линейка холодцов правильных с полезными составами вот мы сейчас на это делаем фокус потому что вот сейчас вот только что вот вот буквально на днях мы просто напросто а согласовали вот зимнего меню и чтобы зимнее меню у нас было введено нам нужно на это еще какое-то время чтобы она во время по срокам пришло нам в магазины и уже занимаемся новогодним ассортиментом потому что у нас сейчас идет очень большая ротация и в каждый сезон мы запускаем раньше был у нас порядка где-то но 20 там 10 позиций на полках не было не было такой большой ротации а сейчас получается что каждый сезонный ассортимент подразумевает 60 70 скаю позиций которые будут введены в сезонный ассортимент а если какие-то такие интересные наблюдения допустим вот нам кондитерские производители говорят что ну летом люди хуже едят шоколад потому что он там плавится он свои такие особенности продукта вот у вас есть какой-то вот костяк или вы каждый раз что-то придумываете на этот костяк навешивать конечно есть свой костяк есть основной ассортимент и естественно есть сезонность я с вами соглашусь что мы исходя из сезонности делаем уже предложение допустим летом мы делаем основной акцент на легкость на там какие-то полезные салатики зожные истории да да на окрошку на гаспачо у нас сейчас кстати гаспачо может быть у нас есть еще проект ресторан на полке но это отдельная история на об этом можно говорить бесконечно и там мы тоже рестораторов которые будут с нами сотрудничать именно пробуем с точки зрения вкусвилл на наших полках мы хотим их видеть и расширить наши для покупателей гастрономические горизонты потому что мы понимаем да кулинария кулинарии но люди сейчас немножко меньше начинают ходить в рестораны а хотят ресторанную историю тоже видеть в наших магазинах и мы пошли навстречу мы создали ресторанную историю это новый проект ресторан на полке шеф в ответе я непосредственно в этом принимаю участие по не по разработке здесь другая история я просто дегустирую те блюда которые предлагают наши рестораторы на составы моих проверяем чтобы это был чистый состав тут все открыто тут то есть тоже вся история она понятная и эти блюда вводятся в ассортимент вкусвилл и наши покупатели могут это уже происходит это уже происходит вот сейчас мы запустили несколько наших рестораторов которые уже появились на наших полках и фактически смотрим это федеральная история может быть на региональных уровнях тоже кто-то с пока только москва но будем и рассматривать регионы то есть вам в принципе в перспективе интересны контакты с местными ресторанами конечно они могут вам обращаться конечно начаться предполагал да да спасибо пожалуйста